Работа в молодежных объединениях дает молодым людям большой опыт, независимо от того, чем они будут заниматься в будущем. Политикой, наукой, творчеством, выпуском продукции. Чемпионат рабочих профессий набирает обороты. Одними из первых в борьбу включились те, кто приготовление блюд превратил в настоящее искусство. Какие кулинарные шедевры создают студенты и выпускники Чебоксарского техникума, технологии питания и коммерции в нашем материале. Работа на кухне кипит с самого раннего утра. Гремит посуда, стучат ножи, горят духовки. Закуски, первые и вторые блюда, десерты. Будущим поварам нужно показать себя как мастеров универсалов. В направлении поварской дела соревнуются пять студентов СУЗов. Ринат Мусин из Шумерлинского техникума. В чемпионате участвует впервые. Сам для себя то, что чего-то могу. Просто все-таки не зря пошел на эту профессию. Готовлю сейчас мусс апельсиновый. Чемпионат готовился долго и упорно. Каждый день отрабатывал блюда. На этот раз участникам необходимо выполнить шесть различных модулей, каждый из которых по-своему труден. Соревноваться в поварском искусстве ребята будут два дня. А выберут лучшие кулинарные творения профессионалы своего дела. Некоторые участники хорошо подготовились. Некоторые даже слишком хорошо. Есть перегибы некоторые. Кто-то, может быть, легкомысленно отнесся. Ну, потому что и сейчас вижу. Ну, посмотрим, какой будет результат. Мне хочется с самого начала людей уже подготовить к современным требованиям. Чтобы ко мне на работу уже приходили подготовленные люди, которые готовы уже на мировом уровне готовить. В самой сладкой компетенции задание не легче. Три вида конфет, антроме, фигуры из мастики. В основу легли восточные мотивы. За звание лучшего кондитера борются пять участниц. В первый день соревнования девушки делают шоколадные конфеты. Я джем разбавляю, для конфет. Начинка для конфет. Второй стороной чемпионата готовится. Подобные конфеты и раньше нет. Не готовы. На конкурс начинка готовится. Сложности, конечно, есть в любом. В любом конфете, в любом деле, есть свои сложности. Конечно, отрепетированные. Это направление одно из самых молодых в программе чемпионата. Соревенуется в нем лишь второй раз. В этом году уровень всех, кто выступает, намного выше. И я думаю, что у нас конкурс будет очень интересным. Знаете, еще почему? Потому что он самый вкусный. Огромный простор фантазии. Здесь у нас пахнет и шоколадом, и мастикой. Вместе с участниками соревнований трудился и один из победителей регионального этапа World of Skills и обладатель двух престижных наград мирового чемпионата Александр Ганиашвили. Он устроил мастер-класс для всех желающих по приготовлению двух блюд. Креветок фламбе и десерта сорбе. Последний готовится несложно и эффектно. Такой быстрый мастер-класс. Чеснок, мед, тимьян, креветки. Состав основного блюда прост, но и в нем есть своя изюминка. Такие мастер-классы Александр показывает постоянно. Рассказывает, после участия в чемпионате было много предложений о работе в разных регионах России и даже за рубежом. Но он остался в родном городе. В техникуме обучает будущих поваров и трудится в одном из ресторанов Чебоксар. Я думаю, что у меня большой опыт. Будем стараться, будем теперь заниматься здесь и готовить всех других участников. Тоже добиваться таких успехов. В дальнейших планах, наверное, лучше всего открыть уже свое заведение и показывать новые технологии, удивлять людей. Александр более чем убедительный пример для участников нынешнего конкурса. Удастся ли им повторить его успех, будет ясно совсем скоро. 4 декабря станут известными на тех, кто защитит честь республики на следующем этапе чемпионата. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.